И к другим темам. Жители Севастополя приговорили к 14 годам тюрьмы за государственную измену и хранение взрывчатки. Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Крыму и Севастополю, преступником оказался бывший гражданский сотрудник военно-морских сил Украины. Вербовка произошла в ходе интернет-переписки. Миф, именно такой псевдоним получил мужчина, должен был передавать в Киев сведения о состоянии боновых заграждений Севастопольской бухты, местах базирования надводных кораблей Черноморского флота, размещения средств ПВО и другой военной техники. Я выполнил раз 10-12 за все это время, когда случайно выходил, случайно видел именно корабли такого проекта или лодки, входящие-выходящие, я фотографировал, скидал Никите по WhatsApp. За эти фотографии я получил 4 перевода в размере от 20 до 26 тысяч. В январе 2023 года, действуя по заданию спецслужб Украины, гражданин через курьера получил посылку, в которой под видом бытовых электроприборов находилось пластичное взрывчатое вещество на основе гексогена зарубежного производства массы около 2 килограммов, электродетонатор военного назначения и электровоспламенитель. Мужчина должен был поместить средства поражения в тайник и передать его координаты иностранной спецслужбе, а уже другой агент ГУР извлечь и использовать для совершения теракта. За сотрудничество украинские кураторы обещали Севастопольцу лечение в Европе, однако медицинскую помощь он так и не получил. Суд признал мужчину виновным в государственной измене. С учетом назначенного ранее наказания за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ преступнику назначили наказание в виде 14 лет колонии строгого режима и штраф 400 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.